Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Коммунитарная ситуация в зоне противостояния беспрецедентна с точки зрения страданий для мирного населения, она еще более обостряется с каждым днем. Все мы крайне обеспокоены планами Западного Иерусалима по зачистке города Рафах на юге палестинского анклава, где сосредоточены порядка полутора миллионов гражданских лиц. По заключению генерального комиссара Бапор Филиппа Лазарини, с момента начала боевых действий в Рафахе 800 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть места проживания. Отверждение руководства Израиля о том, что население Рафаха имеет возможность переместиться в безопасную гуманитарную зону, не соответствует действительности. Таких зон в Газе попросту нет. Ежедневно в городе гибнут люди. Широкий резонанс вызвали сообщения об обнаружении семи массовых захоронений в городах Газа и Хан-Юнис с более чем 520 телами палестинцев. Мы ждем результата независимого расследования, которого в связи с этим потребовал Совет Безопасности ООН своего заявления для пресса. Требуем от Израиля неукоснительного соблюдения положения международного гуманитарного права. Осуждаем нападение на персонал ООН и гуманитарщиков, работающих на земле, и поддерживаем соответствующий призыв генерального секретаря к проведению международного и независимого расследования всех случаев гибели тех, кто помогает палестинцам выжить. Господин председатель, в Анклаве отсутствуют стабильные каналы для гуманитарного содействия. В течение последних двух недель ЦАХАЛ блокирует въезд через КПП Рафах и Керем-Шалом к 3000 грузовикам с гуманитарной помощью для жителей Анклава. Как результат, значительная часть населения Газа, по оценке специализированных агентств ООН, в частности Всемирной продовольственной программы, находится на грани Голова. Параллельно авиация Израиля наносит удары по целям в южно-центральном частях сектора Газа. Продолжается осада больницы Аляуды в лагере беженцев Джабалиев, в связи с чем раненые и больные не могут получить должный уход. Раненые и больные не могут получить должный уход. На фоне военных действий все более невыносимой становится жизнь мирного населения на западной великой реке Иордан, где не утихают столкновения израильских силовиков и поселенцев с местными жителями. Господин председатель, происходящее в Газе подтверждает, что на данном этапе перспективы перевода конфликта в политико-дипломатическое русло и установление режима прекращения огня, за что Россия выступает с первого дня эскалации, по-прежнему выглядит призрачным. Мы видим, что нынешнее израильское руководство настроено продолжать военные действия, несмотря на все более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей своей операции. К сожалению, такое упрямство угрожает и жизням израильских заложников, с каждым днем снижая шансы для их родных увидеть своих близких живыми. При этом многочисленные раунды переговоров между Израилем и движением ХАМАС через посредников по вопросу обмена удерживаемых израильских заложников на палестинских заключенных не принесли результат. В этих условиях международному сообществу необходимо продолжать оказывать давление как на Западный Иерусалим, так и на его главного союзника Вашингтон, где 24 апреля был подписан очередной законопроект о новых поставках оружия по всему миру, в том числе о выделении Израиля военной помощи на сумму 26,4 миллиардов долларов, что почти в 8 раз больше ежегодно выделяемой американцами суммы для этой страны. Таким образом, Израиль получит новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев. Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке. Данный шаг в сочетании с отзывом финансирования БАПОР вызывает растущее недовольство и возмущение даже внутри самих Соединенных Штатов, где антиизраильские демонстрации охватили студенческие кампусы крупнейших университетов. Возмущение молодых людей можно понять. Позиция Вашингтона в отношении БАПОР выглядит особенно циничной и оторванной от реальности, с учетом того, что группа экспертов во главе с Катрин Калана не только подтвердила в соответствии БАПОР принципы нейтральности и ключевую роль агентства в деле оказания помощи палестинцам, но и констатировала, что Израиль так и не смог подоказать свои подозрения. Да и в целом слепая поддержка своего регионального союзника со стороны Соединенных Штатов стала уже сама по себе дестабилизирующим фактором. Совет безопасности ООН оказался парализованным. В этом контексте американское вето, наложенное на проект резолюции Совета с рекомендацией Генеральной Ассамблеи о приеме Палестины в ООН, было предсказуемым. Таким образом, Соединенные Штаты не только заблокировали попытку исправить историческую несправедливость в отношении палестинцев и их фундаментального права на самоопределение, но и выдали свое истинное отношение к двугосударственному решению, лежащему в основе всех решений Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи мирных инициатив по палестинской проблеме. Благодарю вас.